Стало известно имя мужчины, напавшего на военный патруль в Париже у Лувра. Им оказался Абдулла Реда Аль-Хамами, выходец из Египта. Нападавшему 29 лет, и он приехал во Францию в конце января. Об этом сообщает агентство Reuters. Напомню, накануне мужчина набросился на военный патруль, вооружившись мачете. При этом он выкрикивал исламистские лозунги. В ответ военнослужащие открыли огонь. Нападавший был ранен, его доставили в больницу. Легкие ранения получил и один из военных. Нападение на военных во Франции совпало со стартом международной рекламной кампании по продвижению Парижа как столицы летней Олимпиады 2024 года. Представление было красочным, но у многих теперь возникает вопрос, сможет ли Франция обеспечить безопасность игр. За проведение Олимпиады 2024 борются Лос-Анджелес, Будапешт и Париж. Франция в последний раз принимала летнюю Олимпиаду в 1924 году. Спустя сто лет Париж полностью готов обеспечить безопасность на играх, по крайней мере так считает национальном олимпийском комитете. Франция действительно развивается в плане борьбы с преступлениями. Париж полностью порой используют весьма оригинальные методы. Например, в Марселе полицейские переоделись в традиционную мусульманскую одежду, чтобы задержать наркодилера. Видео попало в сеть и вызвало бурные обсуждения. Одни назвали происходящее издевательством над мусульманами, а другие посчитали такой маскарад хорошей тактикой.